Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт ixbt.com. Сегодня хороший вопрос. Простой способ увеличить FPS в играх на видеокартах AMD Radeon. Дурная слава о видеодрайверах компании AMD весьма прочно укрепилась в умах многих современных геймеров, ну и наших зрителей тоже. Однако мало кто знает, что в отличие от компании NVIDIA, красный гигант не создает каких-то препятствий энтузиастам при модификации кода своих видеодрайверов. В этом видео мы выполним установку и тестирование видеодрайвера AMD от сообщества. Что такое модифицированный видеодрайвер и зачем он нужен, вы узнаете из этого видео. Итак, поехали. Итак, первое, что нам надо сделать, это определить видеокарту и драйвер. Так, прежде чем приступить к установке модифицированного видеодрайвера, необходимо определить модель именно своей видеокарты. Итак, первое. Выполним определение установленного видеоскорителя с помощью бесплатной утилиты GPU-Z. Скачать его можно по ссылочке под нашим видеороликом. Итак, мы определяем, что у нас, например, AMD Radeon RX 550X Series. Есть такое дело. Следующее, что мы должны сделать после определения модели видеоскорителя, мы выбираем нужную версию видеодрайвера на страничке оригинальных драйверов от AMD. Ссылочка тоже у нас будет в описании под нашим видео. Итак, после определения модели мы выбираем нужную версию видеодрайвера, исходя из данных. В нашем случае это RX 550X на последней версии архитектуры GCN. Продвигаемся далее по нашему видео. Следующую операцию мы должны сделать – это удаление видеодрайвера. Теперь нам необходимо начисто выполнить удаление именно старого видеодрайвера, чтобы нивелировать возможность возникновения проблем из-за остатков старых конфигурационных файлов. Итак, первое, первое, первое. Выполняем удаление с помощью бесплатной утилиты Display Driver Uninstaller. Ссылочка у нас будет в описании под нашим видео, где, откуда брать вот эту прогу. Итак, выбираем в интерфейсе программы раздел «Видеокарта» и нажимаем «Удалить драйвер» с последующей перезагрузкой. После перезагрузки распаковываем архив с нашими видеодрайверами в любое удобное место и запускаем установщик NZ Setup.exe от имени администратора. И у нас процесс установки для стандартного персонального компьютера будет следующим. Первое. Use the Simple GUI Setup. Это выбор интерфейса установщика. Следующее. AMD 22.7.1, регуляр DX, wide open GL, legacy patch. Это выбор видеодрайвера. Следующее. Все равно установить видеодрайвер. Мы в третьем пункте соглашаемся. Следующее. Мы в четвертом пункте соглашаемся со стандартной установкой. После этого не перезагружается ваш компьютер. То есть в четвертом пункте официал выбираем. Следующая установка панели управления. Установка панели управления. Пятый пункт. Yes. Нажимаем по-любому. Следующий. Шестой. Basic. Это стандартная панель. Седьмой пункт. Single GPU. Это одна видеокарта. Восьмой пункт. Disable. Это отключать энергосбережения. Следующий. Девятый пункт. Проверка для работы античитов. Античитов. Ну и десятый пункт. Эта установка у нас будет завершена. А вот как-то так потихонечку, когда вы устанавливаете, так сказать, новые драйвера, обязательно читайте. Обязательно смотрите. Не надо нажимать yes, yes, yes и так далее. Или применить ok и так далее. Вы читайте зачем, почему и куда будут останавливаться ваши драйвера. Ну и по окончании нашего видеоролика скажу следующее. Ссылочка у нас будет на информацию с сайта ixbt.com. И там есть хороший видеообзор и текстовые, так сказать, отзывы от многих-многих пользователей, испытавших установку новых драйверов. И в заключение скажу следующее. Удивительный результат, в принципе, из этого всего получено. Всего лишь задействовав видеодрайвер от сообщества переработанный, мы получили более 40% прибавки в FPS-ах. Просто из воздуха. Не говоря уже про множество других улучшений. Так что, ребятки, надо попробовать. И я думаю, вы получите шикарные результаты по замене видеодрайвера на вашей машинке. С AMD-шной видеокарты. Удачи вам!